Всем привет! Сегодня приготовим необычный салат из сырых кабачков. Итак, приступим. Нам потребуется 1 килограмм кабачков. Хвостики я уже отрезала. Теперь я разрезаю пополам. И нарезаю тонкими половинками, как можно тоньше. Буквально 1-2 миллиметра. Вот посмотрите, примерно вот так у вас должно получиться. Видите? Теперь я сюда кабачкам добавляю чайную ложку соли. Перемешиваю хорошенько. И оставляю на 30 минут. Ну а тем временем, пока кабачки отдыхают, берем 2 средние морковки, чистим и натираем на средней терке. Если у вас есть терка для корейской морковки, то можно и на ней. Сюда же к натертой морковке добавляем чеснок. Через чесночницу все по вкусу. У меня 10 вот таких небольших зубчиков. Пучок мелкопорезанной зелени. Я сегодня взяла кинзу, но если вы ее не любите, то можно заменить на укроп, либо петрушку. Ну и к этому времени у меня уже отдохнули кабачки. Я беру их, отжимаю, ну так, чтобы не очень сильно, но лишняя жидкость нам не нужна. И отправляю сюда. Вот такое количество жидкости от кабачков у меня осталось. В рецепте я ее не использую. Теперь сюда, к этим овощам, добавляем 1 столовую ложку сахара, 3 столовые ложки 9% уксуса, упаковку приправы для корейской морковки. У меня здесь в упаковке 25 грамм. И все, соль я больше не добавляю, потому что в моей приправе уже есть соль. Если у вас приправа без соли, то можно добавить еще пол чайной ложки соли. И если вы любите более острый такой салат, то можно еще немножко порезать острого стручкового перца. Дальше ставим на огонь сковородку, разогреваем, выливаем в нее 80 грамм растительного масла без запаха. Добавляем 2 столовые ложки кунжута. И обжариваем, постоянно перемешивая, буквально 1-2 минуты до такого светло-золотистого цвета. Вот посмотрите, примерно вот такой кунжут у вас должен получиться. Я только что его сняла с огня и выливаю вот сюда на специи. И теперь все хорошенько перемешиваем. Для удобства я свои кабачки переложила в судок. Теперь накрываю крышкой и ставлю в холодильник часов на 5. За это время желательно 2 раза перемешать. Вот такой замечательный летний салат получился. Все специи, конечно же, вы можете регулировать по своему вкусу. Попробуйте приготовить. Ну и, конечно, если понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!